Удар локтем, удар прямо, удар сбоку. И то же самое как бы на проход, на захват. Но если можно, сюда, удар локтем, удар прямо, удар сбоку. Лучшая защита – нападение. Это известное каждому истинно, лежит в основе одного из самых современных, динамичных и зрелищных видов рукопашного боя – штурмового. Всем необходимым для победы навыкам бойцов вооружают в культурно-оздоровительном клубе «Манго». Здесь парни учатся правильно оценивать обстановку, принимать верные решения и молниеносно атаковать. Это русская стилистика, это отечественная система, разработанная в 90-х годах. Основоположником является Александр Белов. Натиск, скорость – это слагаемые успеха в любом боевом конфликте. Можно сказать, что это даже не вид спорта, а все-таки прикладное единоборство, которое хорошо подходит для реальной жизни, для подготовки к армии. Система эта разрабатывалась высокими профессионалами и проверялась на практике. Здесь нет ничего лишнего. Для себя могу сказать, что это занятие будет полезно всем, в том числе и людям, которые даже не собираются делать большую спортивную карьеру, а хотят просто более уверенно себя чувствовать в жизни. По накалу страстей и степени самоотдачи, штурм максимально близок к реалиям отечественных улиц. Бойцы нацелены не столько на развитие спорта, сколько на готовность и возможность защитить себя и близких. Уличные нападения зачастую совершаются группой, поэтому стайную злобу штурмовики гасят вытесняющей агрессии. И чем больше нападающих, тем жестче противодействие. Штурм – вот оптимальный алгоритм самозащиты. Да просто люди приходят, говорят благодарность. Жмут руку, говорят, Павел Борисович, твоя школа очень помогла. Представляю, шел на палец ножом, сделал, ударил сюда. Мага, класс. То, что Павел Борисович является тренером с большой буквы, что он является мастером, за это я могу вручаться. И я думаю, что любому, кому удалось с ним поработать, и тем более постоять в спарринге, он может подтвердить это. Приезжали люди летом из Москвы, из других крупных городов России. Был большой съезд тренеров. И я хочу сказать, что тренировки, которые проводятся здесь, они не хуже тех мастер-классов, которые идут в Москве, которые идут на международном уровне, а во многом, может быть, даже и лучше. Спортивные состязания по штурмовому бою очень зрелищны, ведь атакуют оба соперника. Каждый старается подавить чужие атаки и навязать свой темп. Схватки стремительны. Разрешены удары руками, ногами и головой. Броски и сваливания – все, что способно принести победу. По правилам штурма два бойца берутся 4 раунда по 15 секунд. Во время раунда вступать без активных действий запрещено. Как научные доказали, что наш вид вырабатывает норадреналиновую реакцию. А эта реакция заставляет человека не паниковать и уходить от опасности, а наоборот, моментально атаковать. Ребята проходят серьезную школу. И по мере освоения штурма крепнет их характер и сила воли. А готовность действовать инициативно превращается в привычку. Я с шести пошел, а вообще мне еще восемь. И когда будет девять, я уже три года ходил сюда. Я сюда ходил на тайский бокс, а потом приехал Павел Борисович, и я к нему сначала пошел. Мне понравилось, и я начал сюда ходить. Чувствуется, что уже получается. У меня уже громота есть за первое место. Штурмовой бой, как никакой иной вид, выкристаллизовывает лидерские качества. Он делает из мальчика настоящего мужчину, целеустремленного, стойкого, умеющего преодолевать любые превратности судьбы. Ребята, цените, что у нас в городе есть мастера, не только рукопашного боя. У нас в городе вообще очень сильные традиции спорта. Занимайтесь, ходите, не болейте, и все у вас получится.